всем привет добро пожаловать на мой канал и в мою новую рубрику которая называется бизнес онлайн или бизнеса через интернет и сегодня первое видео я хочу посвятить и рассказать вам какие бизнесы можно построить онлайн и сегодня для вас у меня девять идей но скажу сразу многие считают что это все полная чушь что это полная бред кто-то думает что это легко и быстро можно заработать денег скажу вам сразу же и хочу вас разочаровать если вы хотите заниматься каким-то бизнесом через интернет то вам понадобится конечно же на это терпение силы и конечно же желание ничего просто так не делается за одну ночь вы не станете успешным и не станете миллионером если вы хотите реально добиться успеха то вам придется поработать многие считают что да это все легко и просто скажу вам сразу ничего так просто не бывает я знаю слышала много что я хочу уйти с моей работы с 9 до 5 я устал сидеть в офисе и все такое скажу вам сразу если будете заниматься своим бизнесом если вы будете строить свой личный бизнес то вы будете работать не с 9 до 5 а наверное с 8 и до 10 вечера это каждый день без праздников без выходных тем более первое время если вы хотите реально что-то построить если вы реально хотите чтобы это работало давайте перестанем так сказать болтовни пустой переходим сразу же к делу в этом видео я вам расскажу 9 идей бизнеса которые можно построить онлайн и немножко расскажу про каждый бизнес а уже в следующих видео я буду вам рассказывать более подробно о каждом бизнесе как это работает как с чего начать что для этого нужно и все тому подобное что думаю что это будет вам очень многие до сих пор не верят что все уходит онлайн все уходит в интернет и через пару лет просто мне кажется все будет у нас через интернет сейчас мы покупаем все через интернет заказываем еду через интернет ведем свои бизнесы через интернет учимся через интернет все уходит в интернет если вы до сих пор в это не верите то Я думаю, что пришло время поменять свое мнение и принять действительность. Таков у нас наше поколение. Поэтому давайте начнем. Первый бизнес, который вы можете построить онлайн, это Инстаграм. Инстаграм, казалось бы, что за чушь, что за бред Инстаграм. Просто выставляете какие-то свои фотографии, кто-то там фотографии еды выставляет, там своей семьи еще что-то, что-то полное чушь, как на этом можно заработать? Да, на этом реально можно заработать. Но не просто выставляя свои фотографии каких-то там своих собак, своих семей и все такое. Если вы хотите реально развить этот бизнес, то вам придется заниматься этим каждый день. Первое, что вам следует делать, это, конечно же, выбрать какую-то тематику. Например, давайте я, к примеру скажу, выберу тему фитнеса, а не то, что там от балды, знаете, выставляю. Сегодня я выставила фотографию своей еды, завтра я выставила фотографию собак, потом я выставила фотографию, там куда-то я пошла прогуляться. Нужно выбрать. Если вы хотите, чтобы это работало, чтобы это в будущем приносило для вас какой-то доход, то вам нужно отнестись к этому очень серьезно. Выберите тему. Например, мы с вами выбираем тему фитнеса и конкретно на эту тему мы ведем свой инстаграм. Нужно выставлять каждый день, как минимум, я не знаю, два поста, но в то же время, чтобы не было очень много, чтобы не оттолкнуть своих зрителей от вашего аккаунта, скажем так. Не нужно, знаете, изобретать какое-то что-то новое, вы просто можете найти какие-то подобные аккаунты, тему, которую вы выбрали, допустим, фитнес, выбрали люди, которые имеют очень большую, как сказать, аудиторию, выбрали их. И просто смотрите, что они выставляют, вообще, чем они занимаются, как они ведут свой инстаграм и пытайтесь сделать что-то подобное. Допустим, если мы выбираем тему фитнеса, то мы можем выставлять какие-то упражнения, мы можем выставлять что-то связанное с питанием, можем выставлять какие-то свои селфи в тренажерном зале. И можем выставлять что-то такое, понимаете, не просто фотографии, а что-то такое, чтобы это людям было полезно, чтобы людям это было интересно, чтобы они получили от этого какое-то, знаете, удовлетворение, скажем. Допустим, девчонки, которые хотят похудеть, они заходят на вашу страницу, они знают, что вы каждую неделю выставляете, допустим, по вторникам выставляете полезные рецепты. По средам вы выставляете какие-то новые тренировки в домашних условиях, в четверг вы выставляете им какую-то мотивацию. То есть не просто фотографии, а под фотографией обязательно должна быть какая-то полезная информация, которая смотивирует людей, которая поможет им что-то от этого получить, понимаете. Но более подробно я буду рассказывать уже в отдельном видео на каждую тему. Второй вариант бизнеса, это же, конечно же, YouTube. Как вы заметили, уже многие становятся блогерами, блогерами, открывают свой YouTube канал. Но также, если вы хотите, чтобы это действительно работало, чтобы у вас появились также большая аудитория, большие просмотры, от чего вы можете в будущем зарабатывать, то вам тоже придется над этим поработать. Также посоветую вам выбрать какую-то тематику. Не просто подумать, дай-ка я буду снимать там про цветы. Нужно обязательно зайти, посмотреть популярные какие-то каналы и тоже так же выбрать для себя, что вы сможете делать. Не то, что там от балды, я буду рассказывать про фитнес. Я не знаю, что у меня на фитнес сегодня делать. Если вы совершенно ничего не знаете о фитнесе, не стоит выбирать такую тему. Выберите тему такую, которая будет вам близка, о которой вы что-то знаете. То есть у вас есть какой-то опыт, который вы можете поделиться с людьми. Также выберите какую-то тему такую, чтобы она была полезна. Чтобы люди не просто смотрели какое-то видео, как там какая-то тетка дома картошку чистит, извиняюсь. А вот именно какую-то такую тему, чтобы людям было это интересно и чтобы они получали от этого какую-то пользу. Конечно же вы можете снимать какие-то там дневные блоги, влоги. Но скажу вам сразу, если вы начинаете с нуля, я не думаю, что людям это будет интересно. Это займет какое-то время. Если вы не хотите вкладываться в рекламу, чтобы рекламировать свои видео, чтобы они выскочили и у вас начали смотреть. Либо какие-то знакомые влогеры, которые могут вас посоветовать и вас прорекламировать. Если вы сами по себе, то не стоит просто... Вот как я, например. Просто снимаю свои влоги и зрителей, конечно же, набираются. Но очень мало, потому что не так это интересно. В то же время, даже если вы будете снимать свои какие-то влоги, обязательно делайте так, чтобы это у вас было постоянно. Если вы будете делать это постоянно, медленно, но верно, у вас наберется ваша личная, ваша аудитория, понимаете? Но если вы будете снимать, допустим, выставлять видео раз в неделю, раз в месяц, то о вас забудут, просто начнут от вас отписываться. Поэтому, если вы хотите этим заниматься, то это должно быть как постоянная работа. Вы должны как минимум вставлять три видео в неделю и все обязательно продумывать, расписывать, потому что так это работает. Идея для бизнеса номер три – это блог. Блог – это вы можете открыть свой какой-то вейп-сайт, какую-то свою страничку и там писать, рассказывать на какую-то тему. Также, допустим, давайте я вам, к примеру, вот я живу в Майами, я могу выбрать тему Майами, путешествия, отпуск и все такое. Допустим, я начинаю свой блог и я рассказываю, какие места можно посетить в Майами, где сходить, где покушать, рестораны, в общем, какие-то новости из Майами. В общем, также выбирайте тематику и об этом начинайте вести блог. И я уверена, что у вас появится своя публика, кому это будет интересно. Для того, чтобы узнали о вашем блоге, это можно же, конечно, сделать рекламу, можно обязательно, ссылочка должна у вас быть на вашем YouTube-канале, если есть он, на вашем Instagram-страничке, чтобы люди переходили и читали. Читали, читали, читали. А сейчас как раз-таки плавно переходим в тему номер 4, идеи для бизнеса, которая как раз-таки непосредственно, скажем, связана с вот этим блогером. Это affiliate marketing. Affiliate marketing – это реклама продуктов, бренда, товаров, реклама чего угодно, не ваша, а других людей. Как это работает? Смотрите, допустим, у вас есть блог, и вы в своем блоге, если я рассказываю про Майами, допустим, я в своем блоге могу вставлять рекламу, не просто рекламу, а просто какая-то там ссылочка, знаете, допустим, здесь вы можете остановиться в отеле, рассказываю там про Майами бич, про какие-то отели, и вставляю ссылочку с этого отеля или с сайта, который продают как раз-таки там отели, самолеты и все такое. И когда люди переходят, прочитав ваш изумительный рассказ о Майами, когда они переходят по вашей ссылке на отель, и если они приобретут через эту ссылку какой-то товар, то вам идет какой-то процент. Если, допустим, у вас блог по фитнесу, то же самое, если вы там рассказываете людям о здоровом питании, о каких-то там добавках пищевых, то же самое. Вы можете найти какой-нибудь бренд и работать с ним, и также вставить ссылочку и сказать, вот, допустим, я питаюсь так-то, 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 и я использую какие-то продукты. И вот, пожалуйста, ссылочка, переходите, и там вы можете приобрести все то, чем я пользуюсь. И также, когда люди приобретают, вы получаете с этого, понимаете, процент. Это вы можете в своем блоге рекламировать, это вы можете в своем ютубе, в своих видео рассказывать что-то и оставлять ссылочки. Это вы можете оставлять в Инстаграме, в общем, где угодно, на страничках соушал-медиа вы можете оставлять вот такие ссылки, найти, конечно же, ссылки. Обязательно нужно тоже выбрать тематику и с этого получать процент. Я знаю истории, которые люди реально зарабатывают на этом миллионе, просто миллионы, просто рекламируя товар других. Вам не нужно изобретать какие-то там свои товары, что-то там искать и все такое. Вы можете просто рекламировать товар других, даже не рекламировать, просто рассказывать, делиться своим собственным опытом и оставлять ссылочку. И просто люди будут переходить туда, и вам будет идти процент с этого. Идея номер пять – это e-commerce store. Это онлайн-магазин. Тем, чем я занимаюсь, тем, чем я снимала видео до этого, но забросила, но буду продолжать обязательно. Это открыть свой онлайн-магазин и продавать, продавать. И на этом реально можно зарабатывать. Я знаю это из своего собственного опыта. И сразу же, исходя из категории номер пять, мы переходим в номер шесть. Это веб-сайт developing. Это построение веб-сайта. То есть, если вы открываете свои онлайн-магазины, вы можете научиться, как это делать. И в будущем вы можете предлагать такой сервис, как строить магазины для других и брать с этого какой-то процент. Либо давать какие-то консультации для людей. Потому что многим людям, знаете, не каждый может, не каждому дано легко и просто, знаете, понять, допустим, как строить веб-сайты, как открывать свои магазины и все такое. Некоторым людям, мне кажется, просто они хотят, допустим, свой магазин, магазин одежды. Но им проще, знаете, нанять, кого-то заплатить, чтобы для них это все построили, устроили и все. Так что это идея номер шесть. Это построение, предлагать сервисы, чтобы строить такие магазины для других людей. Но не просто можно магазины, можно также просто веб-сайты. Но, конечно же, вам для этого нужно поучиться и узнать информацию, как это все делать. Но если вы будете открывать свой магазин онлайн, то вы, конечно же, этому всему научитесь и в будущем сможете предлагать, помогать другим людям строить такие же магазины. Переходим к идее номер семь. Это онлайн-курсы, онлайн-книги, какие-то PDF-документы. Если вы выучили какую-то, допустим, тематику, вот, например, построение веб-сайтов, вы можете предлагать людям, если в номер шесть вы можете предлагать сервис, как строить такие магазины, то в номер семь вы можете создавать какой-то курс, который будет обучать людей, как это делать. Вы можете создавать курс свой и продавать эти курсы, вы можете также создавать какие-то видео в какой-нибудь там закрытой группе и тоже, если людям это интересно, то чарджить их какой-то, знаете, месячный фи за это, чтобы они туда заходили. Также можно составить какую-то книгу. То есть сейчас настолько легко и просто написать свою книгу, даже в Амазоне, там еще какие-то очень много всяких разных, тоже мы это коснемся в отдельном видео, написать свою книгу тоже так же о какой-то теме, которая вам знакома, которой у вас есть опыт, с которой вы можете поделиться с людьми. Допустим, вот, вы занимаетесь магазинами онлайн, вы знаете, как это делать, вы знаете, как рекламировать, как вести там свои Facebook-страницы, все такое. Многие люди этого не знаете, вы даже не представляете, что многим людям это вообще совершенно до сих пор не знакомо. И вы можете создать такой курс, где вы можете, вот, допустим, знаете, когда вы ходите в онлайн-школу, в колледж онлайн, то есть вам каждый курс дается онлайн, там есть у вас syllabus, где написано все, ваша программа на следующий, допустим, 3 месяца. То же самое, вы составляете похожий какой-то курс и там в chapter 1 мы будем сегодня изучать это, завтра это, это, это и продавать свои курсы. То же самое, вы можете написать какую-то небольшую книгу, либо составить какие-то PDF-документы и все это продавать. Идея номер 8, у меня все эти идеи, мне кажется, даже связаны как-то между собой. Идея 8 это Social Media Marketing Agency. Если вы хотите открыть свое агентство по рекламе, если вы занимаетесь вот этими онлайн-магазинами, там еще чем-то, то, конечно же, вы научитесь, как делать адвитайзинг на Facebook, как рекламировать, как на Google рекламировать, на Instagram. И когда вы все это выучите, вы легко это можете предлагать другим людям, открыть свое агентство и предлагать людям рекламировать их бизнес, их товар, их бренд. Но если вы не умеете это делать, вы можете просто предлагать людям даже вести те же самые их странички на Instagram, на Facebook. И, допустим, есть какой-то бизнес там, какой-то бизнес одежды. И у них, им нужен человек, который будет следить за Facebook, выставлять какие-то посты ежедневные, отвечать на комментарии. И это все тоже можно предлагать людям. И в сегодняшний день я знаю точно, что многим нужна такая помощь, и они согласятся, конечно же. И последняя идея на сегодня, это идея номер 9, это Subscription Box. В последнее время у нас в нашей стране, в Америке, очень популярно, знаете, заказывать какие-то коробочки, которые приходят к вам каждый месяц. Вот, допустим, вы знаете, я заказываю коробочку с косметикой от Ипси, плачу за нее 9,99 каждый месяц и получаю косметику. То же самое вы можете что-нибудь придумать. Есть такие коробки для собак, для фитнеса, для одежды. Я знаю, что там бритвы какие-то уже присылают, потом какие-то отбеливания для зубов. Что только люди не придумывают. Отбеливание для зубов, я уверена, что они заказали просто этот товар, сделали свой бренд и продают. Вот, какой плюс от этого, что вам, ваш покупатель, он возвращается к вам каждый месяц. Вам не нужно продать товар один раз. Это, мне кажется, один из самых лучших таких, как сказать, income, когда человек к вам возвращается. То есть он подписался на вашу Subscription Box, и каждый месяц с него вы имеете, получается, какой-то amount, как сказать, процент денег. Вот, допустим, вы создали свою коробку с косметикой, и на вас подписался человек. Вы берете 10 долларов в месяц, и каждый день с этого человека вам приходят 10 долларов. Представляете, если у вас будет 100 человек. Конечно, это займет все время. Это так просто ничего не делается. Займется время. Но, если ваш товар будет пользоваться спросом, то постепенно, как, знаете, снежный ком, он будет вот так набираться, 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 и вот так вот расти. Поэтому это того стоит. Как сделать свой Subscription Box? Также, если, допустим, мы выбираем косметику, нужно найти какие-то людей, кто продает косметику, чтобы вы смогли покупать дешевле, чтобы вы имели с этого какую-то выручку. Ну, в этом тоже так же мы с вами коснемся отдельного видео и этой темы. Я думаю, что вам тоже она будет очень интересна. Вот такие вам 9 идей бизнесов. И в следующих видео я хочу вам рассказать более подробно о каждом бизнесе, как его строить, как на нем зарабатывать, чем заниматься и все такое. Но, бонус на сегодняшнее видео. Прежде чем закончить это видео, я хочу вам рассказать пример. Вообще, вот эти, допустим, 9 идей, которые я вам сказала сегодня. Эти все 9 разных бизнесов можно создать одновременно. Сейчас я хочу вам о этом рассказать. Давайте, например, выберем опять фитнес-индустрию. Вы персональный тренер. Как вы можете зарабатывать со всего того, что я сказала? Конечно же, у вас должна быть своя страничка в Instagram, где вы будете выставлять свои фотографии, мотивации, какие-то там рецепты, упражнения. То есть, у вас есть своя страничка Instagram. Если вы занимаетесь ей постоянно, тоже к вам будут приходить люди, и в будущем вам будут предлагать какую-то рекламу, и с этого вы можете тоже зарабатывать. Открывайте свой YouTube-канал. Там же также вы делитесь свои, может быть, и блоги свои. Как вы тренировки делаете, как вы готовите правильно. Также дальше можете писать блог. Аффилиейт-маркетинг. Конечно же, если вы фитнес, то вы можете рекламировать какие-то, знаете, продукты, связанные с фитнесом. Открыть свой магазин онлайн, где вы можете продавать какие-то товары для фитнеса, либо открыть свой бренд вообще, там, может быть, даже свою какую-то компанию, где там всякие разные протеиновые, суплементы, всякие такое. Создать свои PDF-документы с упражнениями, создать свой курс, там, допустим, как похудеть, еще что-то. Это все вместе связано. И также создать какой-то свой фитнес-сабскрипшн-бакс. Это все много-много всего, но это можно сделать и реально создать себе каких-то вот 9 или 10 даже разных сурсов заработка с одной тематики. Но я бы не советовала, знаете, бросаться сразу же во все эти сферы одновременно. Начали одну, сделали так, чтобы она уже, знаете, что это все уже хорошо автоматически работает. Переходите к следующей теме. И вот так вот можно построить свой личный бренд, можно построить свой бизнес и на этом зарабатывать. Но еще раз вам скажу, что на это уйдет время, много-много работы, терпения, сил, энергии, бессонных ночей. Но это того стоит. Поэтому задумайтесь. И в следующем видео я уже буду вам рассказывать постепенно о каждой этой сфере бизнесов. И вы уже сами решите для себя, если вы хотите попробовать что-то, если вам это интересно. Так что все. На сегодня все. Пока-пока. Надеюсь, что это видео было для вас полезным.